Девятого апреля на Зеленом острове прошел спортивный праздник, посвященный 55-летию Омского клуба закаливания и зимнего плавания «Моржи». Солидная дата объединила около ста приверженцев особого способа укрепления здоровья из пяти регионов. В рамках церемонии открытия главный специалист Министерства спорта Омской области Хафиз Сафарметов вручил благодарственное письмо руководителю клуба Евгению Житнову. Позвольте мне от имени Министерства спорта Омской области поздравить вас с праздником. Это действительно праздник здоровья, праздник спорта, это праздник общения, встречи старых и новых друзей. Праздничное настроение, когда приезжают такие друзья и хотят принять участие в поздравлении в наших мероприятиях, это волна радости и приятного ощущения, что у тебя такие хорошие единомышленники. Дружеское состязание прошло по программе «Моржового тройборья», в которой входят бег и два вида плавания, личные соревнования и эстафета. По традиции поход за здоровьем стартовал с динамичной пробежки. Бегаю я очень давно, просто для себя, каждое утро, поэтому пробежаться сегодня для меня было просто удовольствие. Главное не избавлять темп, выбрать темп и бежать, ни о чем не думая. Главный экстрим – в заплывах. Концентрация воли, уверенность в своих силах и смелое движение вперед. На практике весенняя вода самая холодная, плюс 2 градуса, но все с лихвой компенсируется на выходе из полыньи. Весеннее солнце – потрясающие ощущения и польза для здоровья. На коже находится масса рецепторов. Охлаждая их, вы даете всплеск, зарядку всем вашим внутренним органам. И при том оптом, сразу. Закаляйтесь и будьте счастливы. Мечи красавцы – это здорово. Поддерживают столько лет свой клуб, привлекают людей к здоровому жизни. Это очень важно. Пульза очевидная – это здоровье. Это не надо ходить в больницы, не надо пить таблетки. Ярким событием праздника стал заплыв для установления рекорда клуба. Два опытных маржа – гость из Барнаулу Александр Зеленецкий и амичка Елена Жукова – отважились впервые в истории омских соревнований проплыть 100 метров батерфляем. Это уникальный случай. Я считаю, надо развивать это дело, технику развивать, заниматься, купаться, чтобы каждый житель России мог так же, как он ходит, так же он должен купаться. Поэтому это здоровье, это вид спорта сейчас становится. Я думаю, что нам, пожилым людям, молодым, надо заниматься активно зимним плаванием. Спортивный праздник завершил зимний сезон. А впереди омских маржей – участие в летних беговых событиях, в том числе и главном старте – сибирском международном марафоне. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова